Всем привет! С вами Светлана и Екатерина. И в последний день года мы логично подводим свои книжные итоги 2017-го. О лучших книгах за этот год мы уже рассказывали в отдельном видео. И если кто-то из вас не смотрел, то в описании обязательно будет ссылка на это видео. Пройдите и посмотрите. Как и в прошлом году, для книжных итогов мы подготовили несколько номинаций. Но начнем мы не с них и не с лауреатов, а со статистики. И, наверное, самой интересной статистики, которую для нас подготовила Света, как истинный математик. Сколько каждая из нас потратила в этом году на книжки? Да, в каком-то из последних видео, где мы были вместе с Катей, я говорила о том, что собираюсь подсчитать, сколько денег я за этот год потратила. И первые четыре... Замуты не хватит меня. Первые четыре месяца я на тот момент подсчитала, и мне казалось, что за год у меня получится какая-то несусветная сумма. Но на самом деле, когда я досчитала до конца года, все выровнялось. И эта цифра меня даже нисколько не пугает. У меня есть вот такой листочек с моими троллями, где я себе все записала. И сразу говорю, что те суммы, которые я озвучиваю, это уже за вычетом всех скидок, за вычетом всех бонусов, это именно те деньги, которые мы потратили. Я за 2017 год потратила 30 338 рублей. Мне кажется, это отличная сумма для меня, потому что за первые четыре месяца я насчитала уже где-то больше половины этой суммы. Катя... Тебе повезло, что ты во второй половине года решила электронные книжки читать и не скупать. Да, это меня спасло. Катя за 2017 год потратила 17 140 рублей на книги. То есть это, смотрите, в два раза меньше, чем я. Получается, что в среднем в месяц на книги я тратила 2528 рублей. Это идеально. А Катя тратила в среднем 1428 рублей. Но я хотела здесь заметить одну забавнейшую вещь. Когда я подсчитывала, оказалось, что бонусами, которые у нас накапливаются, в основном пользуются Екатерина Евгеньевна. Ну, скорее всего, потому что мне было позволительно, и я их не втихаря тратила. Нет, на самом деле она их не могла бы потратить втихаря, потому что заказы оформляю я. То есть первую корзинку формирует Катя, потом я добавляю свое, и заказ формирую я. И я уже распределяю, кому какие бонусы, куда потратить. Я просто очень хорошая и добрая. Ну и тут уже я для себя чисто подсчитала, что за этот год я купила 87 книг, и из них 50 я прочитала. Мне кажется, это отлично. Я прочитала больше половины из того, что купила. И, знаете, большая часть из этих 50 книг в моей библиотеке не осталась. А, ну и еще такой момент, что в среднем я тратила 349 рублей за книгу. Это отличная цена для книги, да? Теперь перейдем к другой статистике. Сколько же мы прочитали в этом году? Я прочитала 145 книг. Из них 91 книга – это художественная литература, 28 книг – это нон-фикшн, и 26 – это комиксы. У меня тоже все записано. В этом году я прочитала 123 книги. Из них около 10 детских. Это, насколько я помню, потому что Катя я не подсчитывала. Ну, а комиксы я, в принципе, не отмечаю. Но я для себя подбила еще такую статистику, что, оказывается, самую высокую оценку, в среднем самая высокая оценка у книг у меня получилась в декабре. Это 4,25. Мне кажется, Брэндон Сандерсон спас положение декабря, потому что там у меня у него одни сплошные пятерки за каждую книгу из трилогии. А вот самый провальный месяц, получается, у меня был август. Всего лишь 2,5 из 5. Ну, это очень просто. Ну, это Квинканкс, потому что у Квинканкса у меня по 0,5. И общая оценка за год в среднем я поставила книгам 3,5 из 5. Мне кажется, это не очень хороший результат, потому что, если я прочитала 120 с копейками книг и оценила всего лишь их на 3,5, то получается, я вроде как читала книги, ну, такие вот, ну, так себе. Все, со статистикой мы покончили. Сейчас мы перейдем к самой позорной части этого видео. Это обсудим, что из книжных планов на 2017 год мы выполнили. Давайте начнем со Светы, потому что с этой более все провально. Если кто-то помнит, то в начале 2017 года мы как раз-таки снимали видео со своими планами и давали там обещание, мне кажется, что вот это отличный способ провалить свои планы, это записать их вот для общественности, огласить, ничего не выполнишь. Итак, давайте посмотрим, что я обещала и что я из этого выполнила. Читать, вернее, прочитать 5 книг на английском языке. Я прочитала одну книгу, это сборник рассказов Нила Геймана, и две страницы из другой книги. Я не знаю, засчитывается ли одна книга и две страницы, но я думаю, что я этот пункт не выполнила. Следующее. Читать как можно больше восточноевропейской литературы. До апреля месяца у меня с восточноевропейской литературой все складывалось хорошо. Но в апреле я прочитала Нирокли. Это настолько депрессивное, гнетущее произведение, что у меня руки к восточноевропейской литературе в этом году больше так и не потянулись, хотя я очень хотела прочитать до конца года хотя бы «Хасарский словарь Павича». А как я этого хотела? Не сложилось, да. Вот интересный пункт. Писатели, с которыми я хотела бы познакомиться в 2017-м. Джонатан Коу выполнено. Уильям Б. Роуз. Уильям Гибсон. Прочитать еще Фолкнера. Зэгги Смит. Донна Тарт. Прочитано. И Томас Пинчин. Как вы думаете? Конечно же, нет. Хотя бы часть ты выполнила. Ну, часть, как тут назвать часть? Два писателя из всего списка. То, что я планировала перечитать в 2017-м. Лолиту. М-м. Ярмар Кучеславия. М-м. И Миддлмарч. Конечно же, м-м. И последний пункт у меня был прочитать определенные книжки. Сару Лизерфорда. Нет. Ну, я прочитала Ирландию, мне кажется, можно досчитать. Мы утонувшие. Нет. Террор. Да. Кузнецова Калейдоскоп. Нет. И Гигалашвили Тайный Год. Тоже нет. Мне кажется, я свои планы провалила полностью с таким соглушительным треском. Это все, да? Это все, да. У меня было пунктов чуть меньше. Но начало тоже забавное. Я должна была прочитать книгу поэзии, определенную на английском. Я ее не прочитала по уважительной причине. Вот сейчас пойдут оправдания. Я ее не смогла купить. Ее почему-то не было в продаже. Ну, вот у меня с ней не сложилось. Надеюсь, в этом году сложится. Следующий пункт – прочитать 15 книг нонфикшен. Кажется, что я не просто выполнила этот пункт, я его перевыполнила. Но в том видео я начала рассказывать про то, что у меня дома стоят две больших стопки серии из НЛО, библиотека журнала «Теория моды». И показала три книжки, которые я хочу обязательно прочитать. Это «Фэшн Ист», это «Модное платье императрицы» про Екатерину II и «Модный Лондон». Ни одну из этих книг я не прочитала. Ни одну книжку из «Теории моды» я в руки не брала. Но зато в декабре я с этой полочки, вот у меня есть отдельная полочка по моде и стилю, я взяла биографию Верушки и получила от меня большое удовольствие в декабре. Будем считать, что я этот пункт выполнила, но наплевав на обязательства этого пункта. И самый позорный пункт, который у меня был, мне за него очень стыдно. С учетом того, что в марте будет уже три года, как мы видим канал, я озвучила то, что я хочу снять запланированные видео. Ни одно из запланированных видео про Хантера Томпсона или Рэнбо, или вообще хоть кого-либо, я не сняла. Каюсь, каюсь. И да, наверное, чтобы полностью профукать свои планы, их надо озвучить. Но давайте перейдем уже к более приятным моментам. Это к книжным номинациям и их лауреатам. Давайте тогда начнем с номинации, которую мы гордо обозвали достижениями нашего канала. Мы в этом году наконец-то завели рубрику «Литературной кухни», которой мы не можем пока придумать громкое и красивое название. Но это та самая рубрика, о которой я мечтала с момента создания нашего канала. Мне очень хотелось снимать вот эти вот рецепты из книг, из сериалов. Я наконец-то это осуществила. И мне даже, знаете, я знаю, что там какие-то моменты я делаю не так хорошо, как мне хотелось бы, но в принципе для начала я этой рубрикой очень довольна. Мне очень приятно, что люди смотрят и даже предлагают, какие рецепты нам еще осуществить в этой рубрике. Так что она будет продолжаться, я думаю, долго-долго и очень долго. А еще у нас есть достижение года, которое сделала Света. В конце этого года она реализовала свою неделю фэнтези. Я очень вами довольна, Света. Это была еще одна маленькая моя мечта – устроить себе испытание. Вот такой марафон, когда я бы выкладывала видео каждый день. И я почему осуществила эту мечту именно под конец года? Я тянула ее весь год за собой, поняла, что если я ее вот сейчас не сделаю, то я не сделаю ее никогда. И тоже я очень довольна результатами, потому что мне очень понравился и отклик. И меня, наверное, невероятно удивило, что видео, даже где я рассказывала про город святых и безумцев, про роман Джеффа Вандермеера набрало больше двух тысяч просмотров, потому что я прекрасно понимаю, что Джефф Вандермеер – это человек, который не очень известен широкому кругу читателей. Но всем, кто эту рубрику смотрел и меня поддерживал, мне хотелось бы сказать огромное спасибо. Переходим к другим номинациям и начнем мы с самой впечатлившей сцены в книге. Я начну, да? Да, разрешаю. Да, я покажу «Изабель Альенде» и ее «Дом духа». Эта книга для меня одна сплошная впечатлившая меня сцена, потому что она невероятно яркая. Но есть здесь, конечно, моменты, которые затронули меня больше всего. И, к сожалению, меня больше всего в этой книге впечатлил достаточно отрицательный, да не достаточно, а отрицательный момент, но именно он до сих пор сидит в моей голове. Одна из главных героинь выходит замуж, ее впереди ждет первая брачная ночь. И ее новоиспеченный муж заводит ее в комнату, он ей делает подарок и говорит ей, что, мол, условно, «Дорогая, посмотри, пожалуйста, на пол, ты стоишь ночью». Она смотрит на пол и видит, что она стоит на шкуре своей любимой умершей собаки. И вот эта сцена, она настолько повлияла на мое внутреннее состояние, что после этого я, наверное, три дня ходила вот так вот, вылупив глаза, и не могла прийти в себя. И да, я делала именно после этой сцены, я делала в чтении перерыв, потому что она страшная. Она страшная до жути. И я до сих пор, хотя книгу я читала в сентябре, я не могу от нее отвязаться. И вот эта сцена, она была, наверное, самая впечатлившая меня в этом году. У меня не было такого опыта, как у Светы. Я выбрала, в принципе, положительный момент. Дело в том, что, наверное, больше или так же сильно, как читать, я очень люблю прогулки. И одна из книг подарила мне множество таких прогулок. Это Вирджиния Вулф, один из ее ранних романов «Ночь и день». Я еще про него не успела у нас на канале рассказать. Здесь две пары сложились в итоге молодых людей. Парень-девушка, парень-девушка. И вот одна из этих девушек, которую зовут Кэтрин, очень любит гулять. И она с молодым человеком разговаривала и долго гуляла по ночному, такому осеннему, зимнему, морозному Лондону. И мне так понравились эти сцены, эти их долгие прогулки, этих разговоры о высоком, что, пожалуй, они мне врезались в память. От впечатлившей сцены мы перейдем к самой отталкивающей. Давайте здесь начну уже я. Я прочитала эту книжку в начале года. Она из серии «За иллюминатором», которую я продолжаю собирать. Хотя я прекрасно понимаю, что она отнюдь не идеальна. Это «Вилл Селл» «Дариан». Это современное переосмысление портрета Дариана Грея Оскара Уайлда. И вот если я сказала, как в день и ночь мне нравятся, в принципе, все эти моменты, когда они гуляют, то эта книга в целом, как у Светы, одна впечатлившая. У меня здесь одна отталкивающая сцена. Это именно все то, что я не люблю в контркультуре. Вот самое, что ни на есть. Но самое неприятное было в этом чтении то, что я полезла читать про Вилла Селфа. У меня стоит еще одна книжка в этой серии. И поняла, что не только книжка-то поганенькая. И сам этот писатель довольно-таки поганенький человек. И пока что руки у меня знакомятся с ним дальше, не тянутся и вряд ли потянутся в ближайшее время. Ну, у меня, наверное, и самая впечатлившая сцена подойдет под пункт «Отталкивающая». Но было еще более отталкивающе. Это роман Кэтрин Данн «Любовь Гика». Я бы сказала, что все сцены в этом романе отвратительны, но одна особо выделилась. Это сцена между Мешкоголовым и Близняшками. Кто роман читал, я думаю, поймет, о какой именно сцене я говорю. И весь этот роман – это какое-то искореженное, извращенное понятие любви. И он неприятный. Он неприятный весь целиком и в каждой сцене по отдельности. Хотя я не могу сказать, что это плохой роман. Перейдем к положительным моментам, наконец-то. Это книжный герой года. Начну я. Я долго перебирала, потому что у меня проблемы как-то вот с симпатиями. Да не только у тебя проблемы, да. Я решила, что моим книжным героем года станет, ну, не могу сказать, что он такой идеальный, но станет стрелок из «Темной башни». Я прочитала первых четыре романа. И хоть не всегда он мне нравится. Иногда он производит несколько такого тормознутое впечатление. Но в целом стрелок… Что значит тормознутое впечатление? Простите. Ну, вот кажется, что он иногда особо не догоняет, что он делает. Не надо. Не догоняет, что делают его окружающие. Ну, не оскорбляй. А вот если говорить об отрицательных персонажах «Темной башни», то мой фаворит – это сумасшедший поезд Блэйн. Вот он мне очень сильно понравился. Очень жалко, что он так нехорошо закончил. В целом стрелок из положительных героев – мой фаворит. И еще я вспомнила про героиню. Не только же надо про мужчин рассказывать и про поэты. В декабре Света мне дала роман художника Брома «Потерянные боги». И там была одна из древних богинь, Алая Леди, которая выглядела как сфинкс. Она воин, она страж, и она очень-очень приятная женщина. Вот такие у меня книжные герои года. А у вас, Светлана? Мой герой года – это Билл Ходжес из цикла «Мистер Мерседес» Стивена Кинга. Я очень люблю образ… Ну скажешь, это благодаря сериалу. Конечно, я очень люблю образ вот этого побитого жизнью полицейского, который находится в отставке. И в него все еще гложат вот эти вот проблемы и нераскрытые дела. Сериал послужил толчком к тому, что я наконец-то дочитала трилогию «Мистер Мерседес» и представить теперь Билла Ходжеса. Иначе, как в образе Брэндона Глиссона, я не могу. У меня книжные и сериальные, они слились просто воедино. Билл Ходжес – это детектив, которого бросила жена, от него отвернулась дочь. Но его вот эта вот полицейская старой закалки душа требует истины и справедливости. Его не устраивают притянутые за уши факты и липовые раскрытия дел. Правда, правда и ничего, кроме правды – это все, что нужно Биллу Ходжесу. Ну и, естественно, наказание для преступника. Это мой герой года – Билл Ходжес. А теперь книжный антигерой года, либо герой, который больше всего раздражал. И мне кажется, я думаю, что в этот раз должна начать Светлана. Потому что у нее очень эмоциональный рассказ. У меня героиня, героиня, матушка Джонни из двухтомника «Квин Кангс». Это невероятнейшая женщина, которая своими собственными руками проложила себе и сыну дорогу на дно Лондона. Она добилась того, что, извините, подохла голая в сточной канаве. Высокодуховная и высоконравственная особа, которая понятия не имеет, что такое жизнь и нормальные человеческие взаимоотношения. И мои овации автору ему удалось выписать настолько неправдоподобный, нелепый и вызывающий сжечь его на костре образ главной героини. У меня не будет такой эмоциональной тирана, но у меня есть герой, который меня раздражал. Либо в сентябре, либо в октябре я прочитала Эрика Эммануэля Шмидта «Другую судьбу». Здесь про двух Гитлеров, один из которых действительно существовал и стал страшным тираном, а другой, который наоборот-таки поступил в художественную академию и в итоге стал приличным человеком. Меня потянуло почитать вот именно художественное что-то про Гитлера после нон-фикшена «Бригитта Хаман. Гитлер в Вене». И мои претензии к Шмидту в том, что у него Гитлер, оба Гитлера получились тоже неправдоподобных, шаблонных. И здесь есть такая же вещь, которая есть в Кинг-Анксе, когда, я помню, это рассказывал, как в конце автор говорил, что вы все дураки. Я это написал вот так вот и вот так вот. Это мое любимое в этом романе. В Эрика Эммануэля Шмидта роман заканчивается тоже историей, как он горел идеей написать роман о Гитлере. А все на него как бы смотрели и говорили, что ты, что ты, никто же про такое не писал никогда. И как он много чего изучил, и вот в итоге написал вот это. Шмидт не удержался наштамповать вот какие-то шаблоны, которые были там в Вене начала 20 века, чуть позже. Так, например, Гитлер, который стал тираном после Первой мировой войны, вернее, во время Первой мировой войны, когда он лежал в госпитале, он встретился с одним из докторов, с которым у него на самом деле не было встречи, который увлекался гипнозом и загипнотизировал Гитлера на то, что вынуждены Германии. Тут чуть ли не благодаря этому гипнозу мы получили себе тирана. А вот Гитлер, который поступил в художественную академию, он встречался с Фрейдом. Представляете, он в Вене встречался с Фрейдом. Именно Фрейд помог ему справиться со своими сексуальными проблемами. Но самый главный шаблон, который меня просто раздраконил, это то, что Гитлер, который художник, он женился на еврейке. И, естественно, потом Гитлер уже в зрелом возрасте стал сюрреалистом. Вот так вот и представляю, как его усики стали усиками Дали. Фу! Вот за вот эту вот шаблонность и неправдоподобность у меня было очень много претензий. Самое смешное, что Гитлер, который был в книге «Нонфикшн» и «Гитлер в Вене», где, казалось бы, у автора не было цели написать нам вот этот живой образ, а ей надо было рассказать о том, в какой обстановке он был, он у неё получился более живым и цельным, чем вот этот. Мои претензии автору. Наш последний неприятный пункт – это разочарование года. Да, последний, точно неприятный. Неприятный, потом будут только приятные, но приятные и позитивные. Так, разочарование начну я, да? Моё самое горькое разочарование – это новый роман Йена Макдональда. «Новая луна» – это начало цикла, и прочитав эту книгу, я даже не знаю, буду ли я продолжать знакомство дальше, потому что не очень всё хорошо. Вообще, я люблю Макдональда и всегда с удовольствием читаю его работы, а здесь я получила какую-то сборную солянку из предыдущих работ автора, причём не очень тщательно сшитую. Здесь нам Макдональд рассказывает о ближайшем будущем, которое происходит на колонизированной луне. И тут всё, как любит Макдональд, и экзотический антураж, и редко используемые фантастики восточной культуры, но для меня «Новая луна» оказалась полностью вторичным продуктом, потому что Макдональд в этом романе пользуется своим же материалом, только переработанным. И во время чтения меня не покидала мысль, что я просто перечитываю какие-то выдержки из предыдущих работ Макдональда. И на самом деле меня разочаровало не узнавание каких-то предыдущих работ автора, а то, насколько это всё между собой не гармонировало. И всё-таки жанр научной фантастики призывает или обязывает к тому, что в романе эта самая фантастика должна быть, а здесь её почти нет, собственно, как и Луны, потому что Луна у Макдональда – это просто камень в космосе, и мы знаем, что это Луна, просто потому что Макдональд нам говорит о том, что это Луна. Есть ещё пара моментов, которые меня расстроили, но о них я уже расскажу в каком-нибудь прочитанном, а я очень надеюсь, что прочитанное последних четырёх месяцев мы всё-таки снимем. В общем, Луна Макдональд, Новая Луна – это моё главное разочарование этого года. Я покопалась в своих книгах и поняла, что у меня в этом году было целых два разочарования. Во-первых, это разочарование весны, книга «Зеркал», «Чаровицы», «Чаровицы», уже знаете, без понятия, как зовут этого товарища. Когда я брала в руки этот детектив, я надеялась, ну, хотя бы там чуть-чуть увидеть что-то такое же интересное и захватывающее, как у Мариши Пессел. А получила я совершенно шаблонную, клюквенную Америку. Автор европеец, по-моему, кстати, если память мне не изменяет, он из Восточной Европы, который почему-то перенёс свои действия в Америку, и такое впечатление, что он про Америку знает на основе каких-то фильмов 80-х, начала 90-х годов. Совершенно мне не понравилось, она меня расстроила, и я очень долго и сильно, я помню, на неё ругалась. И второе разочарование года, это уже осенье. И об этой книге мы сегодня говорили, при этом я искренне убеждена, что она недостойна столь пристального внимания. Это Катрин Данн, «Любовь Гика». У меня эта книга попала в разочарование по той причине, что из неё, из выхода этой книги сделали шумиху, хотя я искренне считаю, что она опоздала лет на 10-15, и её место – это в жёлтой серии «Альтернатива», где она бы прошла незамеченное, потому что там были гораздо более достойные работы. Но больше всего меня в этой книге раздражает реакция на то, что вот этот роман 1989 года считает чуть ли теперь не основой работ Дэвида Линча, Тима Бёртона и основой американской истории ужаса. А я ещё раз повторюсь, что основой этого романа и всех этих фильмов и вдохновил режиссёров, которых я назвала, фильм 30-х годов «Уродцы», который выходил в Америке, сейчас он в золотом фонде. И если вы не поленитесь, вы зайдёте на кинопоиск и посмотрите кадры, вы узнаете героев, которые перенесены в американскую историю ужасом. А вот это, это абсолютно вторичное произведение, которое не заслуживает никакого внимания. С неприятными номинациями, как было обещано, мы покончили, а теперь перейдём к приятным. И первое – это «Неожиданность года». Да, мне вот это немножко смущает меня тоже название этой номинации, но ничего другого мы не придумали. «Неожиданность года» – это та книга, которую вы брали в руки, ни на что абсолютно не рассчитывая, но она попала в самую точку. И для меня это оказался Джеральд Бром и его «Потерянные боги». Я ничего особого не ждала от книги, которая написана художником, но мир Брома оказался настолько ярким, красочным и живым. На мой взгляд, он идеально подойдёт для экранизации, там, в виде сериала или фильма. История рассказывает о парне, который умер и оказался в чистилище. И Бром совершенно не чурается от жёстких сцен и порой выливает на читателя вёдра крови и кишок. Но это нисколько не портит роман, потому что написано это всё с присущей художнику эстетикой. Если вы видели хоть одну иллюстрацию Брома, вот, кстати, вы её сейчас видите, то вы поймёте, как именно написан этот роман. Его роман – это та же самая картина, только написанная посредством слов. И Света так увлекательно мне рассказывала про этот роман, что я его тоже в декабре прочитала. И полностью подтверждаю все её слова. Потому что в этом романе есть отличный мрачный мир, есть харизматичные, неоднозначные герои, очень простой, но очень увлекательный сюжет. И я бы очень хотела продолжить путешествовать по этому миру, потому что Бром, с одной стороны, он закончил роман, но с другой стороны, он оставил зацепки для продолжения. Моей неожиданностью года стал «Нонфикшн», двухтомник кинокритика и киноведа Андрея Плахова «Режиссёра настоящего». Первый том у меня есть в бумажном виде, второй я читала в электронном. Первый называется «Визионеры и мегаломаны», а второй, по-моему, «Минималисты и радикалы». Изначально я очень банально купила эту книгу, исключительно из-за Дэвида Винчика на обложке. Когда я начала читать этот двухтомник, я вернулась в то самое время, когда я очень увлекалась и историей кино, и когда я смотрела фильмы по хронологии, самые громкие, когда я любила следить и смотрела фестивальное кино. Сейчас у меня на это не было времени, да и нет, пожалуй. Настолько Плахов очень грамотно и знающе пишет о режиссёрах, он действительно анализирует произведение. Что когда я после этого взяла книжку про Джима Джармуша Антона Долина, да и Долина я читаю на «Медузе», Долин меня очень сильно разочаровал. Потому что Долин, он Джармуша фактически не анализирует, он его скорее пересказывает с какими-то там периодически интересными моментами. Плахов знает своё дело, он знает историю кино и знает, о чём пишет. Он меня настолько захватил, что решила восполнять срочно свои пробелы и снова увлекаться фестивальным кино. И даже стала ходить. У нас есть маленький кинотеатр «Дом кино», где показывают подобные фильмы. Вот Андрею Плахову за мою возродившуюся страсть огромное спасибо. И теперь мы переходим к номинации, в которой, наверное, буду выступать только я. Это «Детская книга года». Света в этом году вообще как-то не тянула её на детские книжки. И до сих пор меня особо не тянет. Хотя я с удовольствием прочитала «Флавию де Люс». И с удовольствием я читаю, вот сейчас я просто смотрю, туда-там лежит последняя книга о «Леди год». Ну, не знаю, выделить какую-то книгу года детскую я не могу. Даже мне пришлось как-то снимать в одиночестве видео, девочки читают. И как раз-таки, наверное, в этом видео я рассказывала про трилогию Колина Мэллоя. Это «Дикий лес». Она мне так сильно понравилась. У неё потрясающие какие-то атмосферные иллюстрации. У неё очень классные главные герои. Это стало у меня действительно детской книгой года. Несмотря на то, что открытиями года у меня другие детские писатели. Как вы понимаете, мы переходим к открытию года. Здесь у меня два автора. Это Мари Отмюрай, которую до того момента, как я начала читать, у меня было совершенно не то впечатление о ней. Она пишет очень добрые вещи, до такой степени добрые, что я впервые за долгое время периодически слезу смасывала. А второй автор, мне так стыдно, что я не читала его раньше. Я не знаю, почему он прошёл в детстве мимо меня. Это Руальд Даль. Я читала его детские книжки, прочитала одну такую относительно взрослую «Полёты в одиночку». Руальд Даль – это, наверное, английский вариант вредных советов. Он насыщен чёрным юмором и пишет порой про то, что не все взрослые такие уж хорошие, как вам может показаться. Иногда и взрослых стоит наказать, даже если это твоя бабушка. Для меня открытием года стал роман «Я исповедуюсь». Знакомство с этим писателем я откладывала достаточно продолжительное время. И даже сама не знаю, почему. Но «Я исповедуюсь» оказался именно тем идеальным романом, который требует от вас абсолютной концентрации и сосредоточенности именно на нём. Я очень люблю сложные романы, которые можно разбирать по косточкам просто с десятков позиций. Романы, в которых надо копаться. Романы, которые надо не просто читать, но ещё использовать, так сказать, стороннюю информацию. Потому что не всё то, о чём рассказывает автор, может быть вам известно. И главное в этих романах – это найти с автором гармонию и влиться в то, как именно он пишет. Даже важнее не то, что он пишет, а именно как пишет. Это как и с романами «Сарамага». Когда ты улавриваешь то, как именно пишет автор, то даже самые зубодробительные предложения ты начинаешь читать с большим пониманием. Кабре же пошёл ещё дальше, чем «Сарамага». И в одном предложении он объединяет совершенно разные временные пласты и пространство. И этот роман – это головоломка, которую на самом деле, наверное, каждый может составить так, как ему кажется правильно. И он очень напоминает мне у Берта Эка. Это, естественно, добавляет ему сверху ещё плюс 10 баллов. Теперь его надо купить себе в бумажном виде. Да, я обязательно это сделаю. Переходим к самым главным трём номинациям. И начнём мы с «Писательницы года». Как это неудивительно, у меня это русская писательница, с которой я начала знакомство в августе, а закончила в сентябре. Я прочитала у неё художественную трилогию. А вам я покажу два нон-фикшена, про которые я ещё не успела рассказать. Это «Растоптанные цветы. Зломаю теорию литературы» и «Моя антиистория русской литературы». И это Маруся Климова. С Марусей Климовой я познакомилась впервые. И мне эта женщина очень понравилась. Она мне очень импонирует. Сейчас я читаю её ЖЖ. И мне так нравится, как она пишет вот эти вот злостные, саркастичные заметки о нашей повседневной жизни. Не стесняясь описывать недостатки окружающих людей. И с таким же предвзятым отношением она, естественно, относится и к себе. Вот эти две нон-фикшен-книги, они очень субъективны, но меня подкупает её искренность, её откровенность и её абсолютное нестеснение высказывать своё мнение. Ещё в этих книгах мне очень понравилось, что она не относится к нашей русской классической литературе, как к какому-то алтарю, к божничке, что не дай божечке ты скажешь, что тебе что-то не нравится в Достоевском или кто-то в чём-то из наших классиков был неправ. Маруся Климова так считает и так надо считать, потому что это способствует развитию собственного мнения во всём. И теперь, Света, расскажи нам и удиви нас, кто у тебя писательница года. На самом деле, я когда думала над этим вопросом, оказалось, что в этом году не было писательницы, которая произвела бы на меня вот прям такое вот впечатление, что я бы сказать могла, что это писательница года. Конечно, мне понравилась Альенде, но писательницей года в итоге оказалась совершенно другая женщина. Это Рубин Хобб. И только по одной причине. Наконец-то. Наконец-то выходит у нас на русском языке окончание эпопеи о Фице и Шуте. И я даже сейчас не знаю, как мне поступить. Перечитать ли мне весь цикл целиком, чтобы подойти к чтению более осознанно. Я, конечно, очень хорошо помню «Королевского убийцу» и все последующие книги, но боюсь, что могу упустить некоторые моменты. Мне бы этого очень не хотелось. Или просто бросить все и начинать читать вот эту книгу. Я стою на распутье. Но определенно... Надо насладиться по полной светлею и читать сначала. Сначала, да. Наверное, стоит так и сделать. В общем, Рубин Хобб в конце года перечеркнула всех тем, что вышла на русском языке. И стала для меня писательницей года. Логично переходим к писателю года. Я долго пыталась определиться, кого же единственного мне выбрать. И в итоге перечеркнул все. Это роман, который я прочитала в октябре. Это Флэн О'Брайен, ирландец. Один, как бы... Вот я бы их назвала один из «Великой тройки». Джойс, Беккет и О'Брайен. Архив Долки. В этом году я читала у него еще лучшее из Майлза. Флэн О'Брайен типичный ирландец, которого нелегко читать, приходится много разбирать, приходится много вспоминать средневековье. Но при этом он очень увлекателен. Ирландский юмор, он не похож ни на один другой. Здесь, в архиве Долки, его было предостаточно. Поэтому я решила, что это Флэн О'Брайен. А про эту книжку, я надеюсь, я вам еще расскажу. Ну и своими писателями года я вообще никого не удивлю. Потому что это Джулиан Барнс. И, конечно же, Джон Флэн. Великолепный. Я бы сюда, на самом деле, добавила еще одного человека. Брэндона Сандерсона. Да, я просто не стала брать его книги, потому что решила, если Катя сейчас увидит книгу Брэндона Сандерсона, она просто сразу развернется и выбежит за дверь. Но Брэндон Сандерсон – это мое переосмысление года. Можно у меня будет отдельная для него меминация? И он настолько меня вдохновил вновь погрузиться в фэнтези-миры, что я хочу сказать ему огромное личное спасибо за это. А давай что-нибудь про Барнса и Коу? Я думаю, что следующий год у меня пройдет в основном под знаком фэнтези. А что я могу сказать, что он не будет про Сандерсона говорить? Да, что я могу сказать про Барнса и Коу? Это замечательные люди, это замечательный писатель, у них замечательные романы. И в каждом из этих романов я обязательно нахожу какое-то отражение своей собственной души, за что им огромное спасибо. Завершим же мы наше видео номинацией «Книга года». Да, у нас есть видео «Лучшие книги 2017-го», где мы выделили по своему топу 5, но мы решили, что мы еще раз покажем кое-какие книжки. И у меня «Книга года», которая сделала мой читательский год совершенно прекрасным. Это, конечно же, вот к верх ногами его держу, это Майкл Шейбан и его «Лунный свет». Это самая идеальная книга в этом году. А книга, которая меня эмоционально очень сильно задела, загорела, это, как ни странно, не художка, как-то на меня давно художка так не влияет, это, кажется, я уже достала всех этой книгой, это «Сила искусства». Настолько она меня погрузила в себя, что я до сих пор про нее вспоминаю с теплотой. Никому ее не отдам, если только свете на прочтение. Вот и все наши книжные итоги 2017 года. И графу, как он главный. Обязательно делитесь с нами своими итогами. И, наверное, больше всего нам интересно о самой впечатлившей вас в этом году книжной сцене. Мы, конечно же, поздравляем вас всех с наступающим Новым Годом, ну или с наступившим, когда кто будет смотреть это видео. Желаем вам отличного книжного 2018 года. И спасибо вам всем большое, что вы остаетесь с нами. Оставайтесь дальше. А на этом всем спасибо за внимание. Всем пока. Котики, пишем комментарии, ставим лайки и подписываемся, если вы еще этого не сделали.